Друзья, честно говоря, для тех, кто не находится в Украине, невозможно понять и представить и ощутить, что мы переживаем, видя эти видео и слыша, вообще читая саму новость о том, что прорывается оборона Херсонской области. Поверьте, это невероятно важно и речь идет не только о победе украинской армии, маленькой такой пошаговой, это еще и, поверьте, несколько шагов в сторону того, чтобы в Российской Федерации был уничтожен и свергнут сегодняшний режим. Поэтому давайте все вместе держать кулачки за вооруженные силы Украины. А вот о военных значениях, что сейчас происходит на Херсонском направлении, об этом сейчас будем расспрашивать человека, который как раз квалифицирован в этом вопросе. Военный эксперт с нами на связи Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Юрий, я очень много слышала от самых разных экспертов, которые говорят, что Кащеева и Глай, если хотите, вот в сравнении с Путиным, в этой войне она как раз находится в том числе в Херсонском направлении. Это Херсон и Крым. Но про Крым мы пока что не можем временно оккупированный украинский полуостров так сказать, а про Херсон, по крайней мере, частично да. Так как вы считаете, что же может происходить далее после сегодняшнего прорыва? Мы видели очень впечатляющие кадры, показывающие и доказывающие, что действительно первая линия, ну, видимо, первая линия обороны, как об этом сообщается, первая линия обороны российских войск на Херсонском направлении была прорвана. Соответственно, оперативная группа ВСУ под названием, условным названием Каховка прошла эту линию, в то время одновременно 109-й полк, так называемый ДНР или там народной милиции ДНР отошел, а российские десантники, которые стояли за этим полком, ну, подталкивая его, мешая ему отступать, они просто бежали. Это значит, что был нанесен мощный огневой, ну, артиллерийский, скорее всего, налет на эти позиции, позиции российских войск. И потому что если бежали уже люди, находящиеся во втором эшелоне, то есть российские десантники, значит, по ним прилетело, как говорят сейчас, очень популярное такое слово, ну, и они прилетело, видимо, настолько сильно, что десантники, которые считаются элитой российской армии, убежали. Что это значит с военной точки зрения? Это значит, как я понимаю, вполне возможно, что это первый шаг в том контрнаступлении вооруженных сил Украины, которое планировалось давно, на котором давно говорилось, но возможно, что это вот первый шаг в этом контрнаступлении. Что это значит еще раз уже, если мы посмотрим на эту ситуацию, на этот вопрос с более такой общей точки зрения? Это значит, что вооруженная группировка вооруженных сил России, находящаяся на правом берегу Днепра, в Херсонской области и город Херсон, оказывается, уже просто от слов вооруженные силы Украины перешли к делу, не показывают, что это... Юрий, я прошу прощения, я вынуждена вас остановить, но только на секунду, и вы сейчас меня простите и поймете. Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях на юге Украины. Об этом сейчас сообщает представитель Объединенного пресс-центра Наталья Гуменюк. Не Каховка, не только, по всему направлению. Это очень важно. И я вам просто хочу сказать, что я в свое время 24 февраля в 6 утра в своей стране заявляла о том, что начинается война. Поэтому сейчас я особо рада сказать о том, что начинается наступление по всему направлению, по всему, не точечно. Да, значит, это было сообщение, как я понимаю, пресс-центра Южного оперативного командования Украины. Там действительно госпожа Гуменюк, вот она постоянно, часто и регулярно докладывает украинскому обществу о ситуации на фронте. Да, значит, началось вот то, что называется контрнаступательные действия. Это пока еще не контрнаступление, но это целая серия таких тактических действий, ну, на уровне, скажем так, роты батальона, которые начали прорывать оборону противника. Что бы это значило для судеб войны? Это значит, что реализуется постепенно, шаг за шагом начинает реализоваться тот самый сценарий, о котором военные аналитики рассказывали довольно давно. А именно тот сценарий, в ходе которого оказавшаяся в мышеловке российская группировка на правом берегу Днепра оказывается уже в положении, когда у нее, по сути дела, есть два выхода, либо капитуляция и сдача в плен, либо бегство, как это уже произошло с российскими десантниками, с этими, значит, милиционерами ДНР, бегство, и в конечном итоге бегство в плавь или там на подсобных каких-то плавательных средствах через Днепр, что, конечно, удовольствие это крайне мало доставляет тем, кто пытается эту реку переплыть. Я не знаю, там, может быть, на каком-то плотике или на автомобильной камере под огнем артиллерии вооруженных сил Украины, и я не исключаю и авиационных ударов. В общем, это начало разгрома. Теперь, вот освобождение Херсона, а это уже становится вполне практическим делом, это, как говорят очень многие военные аналитики, это нечто похожее на Сусиму, на проигрыш сражения, которое предопределяет судьбу войны, потому что, если будет освобождена правая, ну, плацдарм на правом берегу Днепра, который сейчас оккупирован российскими вооруженными силами, тогда вооруженные силы Украины получают возможность уже нанесения ударов по очень глубокому тылу российских войск, по тем объектам, которые сейчас недостижимы для ударов российской артиллерии. Прошу прощения, артиллерии вооруженных сил Украины.